Добрый день, это программа Paradox. В эфире ведущий Степан Демура. Телефон студии 6510-996, код города 495. Звоните, пишите. Ну, тема нашей программы сегодня «Мигранты, экономика, Россия». Такой вот вопрос стоит, кто виноват и что делать? Ну, виноват, да? Кто виноват и что делать? На самом деле, я тоже не совсем понимаю, что происходит. Причем это непонимание, как в той старой частушке. Или стою на асфальте, я в лыжи обутой. То ли лыжи не едут, то ли я долбанутый. Вот хотелось бы выяснить, действительно, Демура долбанут или просто лыжи не едут. Объясню почему. С одной стороны, у нас декларируются задачи построения инновационной экономики, развития человеческого потенциала, создания 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест. С другой стороны, мы имеем те усилия и программы в сфере миграции, которые приводят к тому, что в страну практически завозятся рабы, потом эти рабы должны быть ассимилированы и тому подобное. Не стоит забывать, что более чем год назад канцлер ФРГ Меркель, она заявила, что все эти программы мультикультурализма и адаптации не работают, и Германия должна пересматривать свое отношение к мигрантам. Она в основном имела в виду турок и мигрантов как раз со Среднего Востока, с Ближнего Востока. У нас же что происходит? У нас происходит то, что я сказал, просто, на мой взгляд, завозятся рабы, дешевая рабочая сила, неквалифицированная, причем чуждая нам и по религии, и по менталитету. И потом делаются всякие попытки эту рабочую силу здесь оставить. Я не вижу, честно говоря, как это может привести к инновационному развитию экономики. Может быть, я ошибаюсь, но ошибаюсь ли я или нет, мы сегодня пытаемся выяснить с Евгением Якубовским, советником президента Московской торгово-промышленной палаты, сленом Московской межведовственной комиссии по вопросам привлечения и использования странных работников, и Иваном Мироновым, зампредседателя политической партии Российский Общенародный Союз. Добрый день, Евгений. Добрый день, Иван. Добрый день. Может, меня просветить? Я где-то ошибся. Может, действительно, лыжи едут по асфальту? Я что-то не понимаю. Ну, если позволите, пару слов скажу. Так сказать, прореагирую на то, что только что упомянули вы. Доля правды, безусловно, в тех словах, которые вы сказали, есть. Я имею в виду то несоответствие стратегическим инициативам государства, правительства и Российской Федерации, правительства, в том числе Москвы, направленные на формирование современной, конкурентоспособной, в том числе инновационной экономики, и тому качеству трудовых мигрантов, которые в настоящий момент присутствуют в нашей стране. Но не совсем корректно, точнее, совсем некорректно говорить о том, что та политика, которая сейчас выстраивается, миграционная политика в нашей стране, и в частности в городе Москве, идет в разрез с, как бы, в целом политикой социально-экономической, направленной в том числе на повышение, там, инновационное развитие нашей экономики. Дело в том, что в прошлом году было принято концепцию государственной миграционной политики, которая определила целый ряд приоритетов, приоритетных направлений в этой связи. И в том числе, приоритет следующий, это содействие развитию экономики Российской Федерации с учетом глобальных трендов, тенденций с учетом демографических перспектив развития Российской Федерации, через путем содействия обеспечения российских предприятий рабочей силой. И второй, как бы, ключевой тренд, это как раз формирование дифференцированных подходов, дифференцированной миграционной политики, направленной и нацеленной на содействие развитию инновационному развитию, повышению конкурентоспособности российской экономики. Вот сейчас составлю такие умные слова в стороне, в двух словах, как бы, объясню, что это значит. Значит, это следующее. Ну, проблема первая. Российской экономике остро не хватает рабочих рук. Причина, проблема комплексная и проблема сложная, но основная причина кроется в демографии, в сокращении трудоспособного населения, которое только-только началось, и в ближайшие 10-15 лет будет набирать оборот. При этом мы, понимая, что решать эту комплексную и сложную проблему нужно различными способами, естественным образом, одним из возможных решений, которым пользуется весь мир сегодня и на протяжении, собственно говоря, всей истории человечества, это привлечение работников из других стран, это миграционная политика. А вот второй мой тезис, и там тот постулат, который заложен в концепции государственной и миграционной политики относительно дифференцированных подходов, состоит в том, что государство, российская федерация, должно свою политику в этой области выстраивать таким образом, чтобы максимальные, скажем так, преференции и максимально комфортные условия предоставлять тем работникам, которых наша страна заинтересована в первую очередь, научным работникам, спортсменам каким-то, выдающимся с мировым именем, деятелям культуры, искусства, высококвалифицированным специалистам. Вот для таких категорий иностранных работников наша миграционная политика предусматривает практически зеленый свет, можно так сказать, то есть это получение разрешения на работу в упрощенном порядке, длительный срок действия этих разрешений на работу, это доступ к статусу поэтапный через определенную процедуру, но так или иначе достаточно простой и понятный доступ к процедуре гражданства. Вместе с тем для работников неквалифицированных специальностей действуют определенные достаточно существенные ограничения в виде квот на выдачу разрешений на работу, ограниченности срока действия разрешений на работу, не предусматривается привлечение членов их семей на территорию Российской Федерации и так далее. Поэтому вот такого диссонанса что ли нет, есть целый ряд объективных причин и проблем, которые достались нам, исходя из целого комплекса исторических процессов, политических каких-то реалий. И есть та политика, которая сейчас начала формироваться, и целенаправленный курс по формированию этой политики рассчитанный, конечно, на какую-то среднесрочную, долгосрочную перспективу. Ну, я с вами позволю где-то согласиться, а где-то нет. Вот смотрите, если посмотреть на ситуацию на земле, кого не хватает? Не хватает квалифицированных рабочих, инженеров. Кого перепроизводства? Это манагеры разных видов, финансисты, экономисты, юристы. Сейчас в Москве достаточно большая, так сказать, категория собралась, их, правда, неправильно называют, экспатов. Да, им легко получить работу, да, они получают большие зарплаты, это иностранцы, которые работают в России. А рабочих-то откуда взять, инженеров? Зачем тогда ввозить дешевый труд? Потому что эти люди приезжают, еще раз говорю, они совершенно чуждыны по менталитету и по религии. Приезжают, конечно, никакие квоты не соблюдаются, ну что там, приезжают раз в месяц полицейские, полицаи, собирают снос по 500 рублей, им еще дают работодатель чуть-чуть, и на все на это закрывают глаза. Но это же неквалифицированная рабочая сила, плюс те деньги, которые могли остаться в российской экономике и побыть потрачены в российской экономике, они идут тоже в Таджикистан, Узбекистан, плюс еще создается, пардон, напряженность. Вот сейчас был вопрос, проведен в ЦИОМОМ. 35% россиян главной проблемой считают иммиграционную политику. Куда все это ведет? Можно я тогда с вашего разрешения так продолжу? Вообще по статистике 90% тех, кто приезжает, представляют из себя неквалифицированных рабочих. 90%. И вот получается, что мы каждый раз приходим и слышим одно и то же. Вот мы на ученых будем сюда заводить, спортсменов заводить. И один ученый нам обходится в несколько миллионов вот этих неговорящих, даже по-русски не понимающих, в какой стране они находятся, людей с абсолютно чуждой культурой. 80% всех, кто приезжает сюда, они живут не в квартирах. Это загончики, это вагончики, это подвалы. Ну как рабы. То есть это рабы, они работают за еду. И используется арабский труд. Они работают за еду, но при этом формируются мифы о том, что это позволяет стране создавать конкурентоспособную экономику. Это бред, потому что ни одна конкурентоспособная экономика, она не может формироваться и на арабском труде. Это первый момент. Во-вторых, не хватает рабочих рук. Да, русские по своей ментальности, белорусы, украинцы, они не могут жить в скотских условиях и не могут быть рабами, потому что они хотят адекватную заработную плату за свой труд. А это не устраивает коммерсантов, чиновников, их родственников, которые вот сидят на этих потоках и которые заинтересованы не платить за труд. Естественно, проще, конечно, открыть вот эти все шлюзы, запустить сюда вот это племя многомиллионное и многоликое, и потом вот говорить, что да, вот у нас оказываются проблемы с демократом. Вынужден вас прожать, Иван. Мы должны отрываться на вас на перерыв. Заговорились. Добрый день. Мы снова в эфире программы «Парадокс». У нас в гостях Евгений Якубовский, советник президента МТПП, член Московской межведомственной комиссии по вопросам привлечения использования иностранных работников. Иван Миронов, зампредседателя политической партии Российский общественной союз. Ну, Иван, прежде чем вы продолжите, давайте возьмем телефонный звонок. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день, Александр. Господа, поздравляю вас в новом мире, но на самом деле он не такой уж он новый. Мир сказок. Сказок, мулечек и прочего бреда, которые нам пытаются втулить те, кому это выгодно. Вот. Одна из сказок там, что русские алкоголики, они перестали работать, они ничего не хотят делать. И теперь вот сказка, значит, нас ее пытаются и нам ее скормить. Мол, у нас нет рабочих рук, поэтому их надо завести. А на самом деле все очень просто. За них, за этих газ-арбайтеров не платят ни социальный пакет, ни пенсионный фонд, никуда ничего не платят. И еще их отбирают. Вот. У меня вот дворник работает там во дворе, я его спрашиваю. Он говорит, а вот мне дарплата такая, причем нормальная там, 20 чем-то тысяч, по 30, но платят ему половину. Вот. И все это очень просто объясняется. Вот это все. Ну, просто нам подводят идеологическую базу. Говорят, вы знаете, русские-то сейчас пились, а это козлы, работать никто не хочет. Ну, а где же... У нас же дворники были, как в председательском союзе, все были русские. Но они и в Беларуси до сих пор русские, белорусы, вернее, как-то непарадоксально. Просто там платят то, что положено, а не как у нас ЖКХ оставляет себе большую часть зарплаты, как правильно заметили. Вот именно. Говорят, их просто грабят, этих приезжих. А русского не ограбят, потому что у него есть права. Он может пойти пожаловаться и будет ай-яй-яй там, начальник мужик. То есть, короче говоря, рыба гниет с головы. Вот вы можете... Вот Степан заводит новую тему, и все время приходим к одному и тому же. Рыба гниет с головы. Как это не парадоксально, да? Куда ни копни, а все, голова. Да. Рыба должна... Голова рыбы должна взять и осознать, что весь этот путь в первую очередь ударит по ним. Они думают, мы сейчас денег намоем, а все остальное там трава не расти. Но извините меня, ну намоете вы, а когда-то этот процесс закончится. Это же не может быть бесконечно. Русский народ смещает. И с кого вы будете... Ну вот, кстати, если вот в тему, если скажем так, что они думают и что происходит, вот в недавнем случае с депутатом от ЛДПР. Он думал, что он неприкасаемый, оказалось не так. Вот, вот, вот. Ну так, анекдот, но... Ну понятно. Давайте, просто я обещал Ивану Миронову продолжить его слово. Да, Иван. Я хотел бы прокомментировать звонок. Я не согласен только в одном, что это такие уж бесправные гости России. Потому что сегодня граждане Киргизии, Туркмении, Таджикистана, имеющих вид на жительство и регистрацию в России, становятся обладателями права голоса. Они могут выбираться в муниципальные депутаты и выбирать муниципальную власть. Поэтому завтра мы получим избираемым этой общине, да, а это, ну там, может, 25 миллионов, 20, да, мэров и губернаторов. Причем это сила, которая используется для карусели. Они могут голосовать там, в отличие от нас, по несколько раз. Им условия для этого создают. И они уже завтра будут выбирать киргизских, туркменских, таджистских мэров, губернаторов и депутатов. Вот что страшно. И сегодня власть, конечно, одной из целей этой политики, это создание вот этого нового, устойчивого электората и подмена коренных народов вот этими приезжими, очень дисциплинированными и которые всегда знают, за что голосовать, даже при этом необязательно говорить на русском языке. И когда говорят, что вот, мы создаем условия, чтобы сюда ехали научные работники и спортсмены, откуда? Из Таджикистана, из Узбекистана поедут научные работники и спортсмены. Их 10 ученых на всю республику и 20 спортсменов. И они в 100 раз слаще будут жить там, чем Российская Федерация им предоставит какие-то возможности, потому что они самые уважаемые люди, потому что их очень мало. И то они приехали с Советского Союза или с России, имея высшее образование там и за плечами вот эти все наши российские и советские дипломы. И еще один момент. Ведь сегодня в России не создана база, единая база, единых механизмов по учету. Мы не знаем, сколько сюда въезжаем. Потому что 50% миграционных карт нечитабельно. 70% не забиваются в базу. Мы можем примерно говорить, да, это варьируется. А откуда такие данные, Иван? Это данные ФМС. Это данные ФМС. Официальные. Это официальные данные. Далее. Ведь Дэн Саупин, когда он пришел к власти, что он сделал? Он начал распределять трудовые потоки. То есть, когда мы определяем, значит, на сельское хозяйство в Тверской области нам нужно 100 тысяч человек. Мы раз выбрали профессиональные кадры, туда перекинули. Там на промышленность, там в Смоленской, там еще 50, но этого нет. Всех, кого мы сюда завозим, они не имеют фиксированной профессии, нет ректорских пунктов. И завтра же они бегут из области, куда они приезжают, в Москву. Знаете, был очень интересный опыт ФМС, когда несколько лет назад решили сделать такой пилотный проект. Когда со съемочной группы сотрудники ФМС приехали в Душанбе, в ПТУ и попытались отобрать 15 человек, выбирали, буквально был кастинг, симпатичный, иди к нам, вот у тебя профессия, все здорово. Их привезли на Самарскую птицефабрику, где они должны были работать и пройти все этапы, законные этапы получения разрешения на работу. Как только пришли результаты медицинской проверки, чтобы им выдать справки, оказалось, что из этих 15 человек 7 больны ВИЧем, 3 туберкулезника, 4 гепатита, 1 сифилис и 1 несовершеннолетний. И через неделю они уже все сбежали в Москву. Вот о чем мы говорим. Это лучшие, это те, которые говорили на русском, которые уже были в России. Почему? Потому что как они живут? Они живут, 80% мужчин живут в загонах, живут в скотских условиях. Их ментальность, она позволяет сожительствовать друг с другом. И в итоге вот эти все строки это рассадники, заразы. И если даже вот те требования, которые сегодня выдвигает российское законодательство на уровне медицинских фильтров, на уровне образовательных фильтров, они будут работать, они не будут коррумпированы, то, конечно, это там 80% от всего миграционного потока в Россию можно будет остановить. но это не работает всего. Из-за коррупции. Как вы думаете? Нет, просто, Евгений, вот смотрите, у меня проблема, не столько даже проблема, а такое наблюдение, что приходят эксперты в студию, говорят правильные вещи, что нужно делать так, так, так. Если бы так и так было сделано, все было по-другому. Сдаешь вопрос, а почему так не происходит? Ответ всегда один. Ну, коррупция, чиновники. И здесь то же самое получается, если вот следовать тому, что сказал Иван. Ну, сложно, на самом деле, как-то реагировать, и много с чем есть поспорить, есть с чем согласиться, да, наверное, общее соображение такое, что всегда проще критиковать, и там огульно как-то хаять, чем предложить какое-то конструктивное решение, да. Вот, к сожалению, там, чиновники находятся в такой ситуации, что они должны предлагать определенные решения правительству, да, в частности, там, Российской Федерации, правительству Москвы, понимая комплексность и сложность проблемы, понимая ее, как бы, многоаспектность, тем не менее, вырабатывать определенные решения и вырабатывать их в том числе, ну, как бы, стратегические какие-то направления по решению этих проблем. Я вот оттолкнусь от фактов, там, как бы, тоже вот, сегодня там звучали различные, да, высказывания относительно того, что там, как бы, все спились, не спились. Есть факты, данные исследований и статистики государственные или там каких-то официальных исследований, могу даже назвать источники. Первое, значит, факт. У нас один из самых низких уровней безработницы в мире. Факт. Второй факт. У нас кадровая проблема по результатам опроса работодателей, а не каких-то там надуманных экспертов. То есть, вот есть такое исследование, предпринимательский климат в России ежегодное. Там опрашиваются несколько тысяч предпринимателей, малых, средних, в регионах. Они кадровую проблему ставят на первое место на протяжении последних лет. А проблемы такие, как административные барьеры, там, недостаток финансирования, высокий уровень коррупции, они там вторые, третьи, четвертые места занимаются. Когда вы говорите, кадры, какие кадры у них проблемы? Там проблема, вообще нехватка кадров, нехватка кадров определенной квалификации, да, но вот так или иначе, кадровая проблема. Следующий факт. К 2025 году трудоспособное население России сократится на 14%, при том, что экономика планирует все-таки у нас расти в это же самое время, да? Ну, планирует. Следующий факт. У нас существует определенная, ну, очень существенная проблема, вот об этом говорится, действительно, ну, я у вас это услышал, да, это абсолютно так, вот, как бы, что проблема не только в демографии, миграционной политики, но и смежная проблема, это рынок образования, да, в том числе профобразования, да? У нас 85% россиян, и это тоже факт, выбирают высшее образование. И выбрав высшее образование, они не пойдут работать дворниками, они не пойдут работать, там, я не знаю, операторами, там, машин по уборке мусоропроводов, Вы знаете, если будет рецессия, кушать будет нечего, пойдут? Да, ну, как бы, вот если там форс-мажор, то пойдут, но, в принципе, мы же все-таки рассчитываем на то, что там, да, все должны заниматься тем, чем они хотят, чем они планируют, как бы, вот, поэтому есть целые сферы экономики, в которых привлечение работников базовых квалификаций абсолютно оправданно, и, как бы, я не понимаю, почему... Вопрос-то не в привлечении, вопрос в следующем, а каким образом, вот, то качество мигрантов из Средней Азии может решить эти проблемы, и зачем они вообще здесь? Они работают здесь. Ну, часть. Не часть, а 80%, они не могут себе позволить здесь прохлаждаться, они приезжают сюда работать, да? Нет, а как это решит проблемы, ну, что они делают? Они работают на стройках, они работают на стройках, копают каналы. Они работают в клининговых компаниях. Вместо, вместо десятка узбеков можно использовать маленький эскаватор. Как это делается во всем мире? Мы начали с того, что проблема, она серьезная, и можно ее решать различными способами. Проблема нехватки кадров, да? Повышение производительности труда, увеличение экономической активности населения, там, в молодых, в старших возрастах, увеличение отдачи от системы образования, укрепление здоровья, ну, как бы целый набор, там, возможных направлений, но они достаточно дорогостоящие. вынужден вас прорвать, у нас новостной перерыв, оставайтесь с нами. Добрый день, мы снова в эфире, программа «Парадокс». В гостях у нас Евгений Кубовский и Иван Миронов. Обсуждаем мы проблему миграции и развития экономики в России. Ну что ж, у нас есть телефонный звонок. Добрый день, Виктор. Добрый день. Если можно, пару комментариев. Вот кто-то из наших гостей сегодня сказал, если нужны, то деятели культуры, науки и тому подобное, спортсмены. Вот, все что угодно, но только нет, спасибо, может быть, это лучшие деньги, которые собираются потратить на глиниров, вложить в развитие своих деятелей культуры, науки и спортсменов. Ну, это уже решение клубов, да? Ну, да, это, собственно говоря, вот так. Да нет, я думаю, что здесь вы просто немножко придираетесь к гостям. Не совсем. Ну, а что касается их загнанности, вот я буквально час назад вернулся из небольшого рабочего городка, где живут такджистские строители при катышном поселке. Там мне нужно было взять одну мелочевку. Ну, вы знаете, выглянувши из вагончика, который называется кухня, вахтенной, спросил, кто такой, зачем, кто нам такого, чуть ли не надзирателя, они эту землю уже считают своей. Вот здесь, если позволите, один комментарий по этому поводу. Ведь никто не говорит, что они такие несчастные и они загнанные. Ведь, например, всплеск миграции в России из Узбекистана пошел уже после волны революции, которая прокатилась. Из-за чистки русского населения. И сегодня, скажем, руководство Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, оно выжимает из республики революционно настроенный вот контингент такой. Это молодые, голодные и злые. И уже вот образ этого несчастного забитого дворника, он же не работает. Это молодой спортсмен, вот я у себя в Кунцево выхожу на стадион, играет три команды. Две, таджики-узбеки, одна русская. Таджики-узбеки на руках ходят, злые глаза, у каждого в кармане нож. О чем мы говорим? Это то, что завтра может уже конкретно свергать там власть в отдельных регионах. Когда нам говорят, вот, а что делать, вот у нас уже в каком-то там году снизится количество разоспособного населения на столько-то процентов. А кто это решил? Кто решил? Кто делает такие прогнозы? Те, кто сегодня лоббирует, те, кто сегодня лоббирует, те, кто сегодня лоббирует. На самом деле, демографическая яма, она вот сейчас будет начинаться. Но вместо того думать, как эти демографические проблемы в отношении коренного населения решать, мы создаем все условия, чтобы шла эта подмена. Вы же ответили на этот вопрос, электорат. Электорат. Но еще есть один момент, когда нам говорят, вот необходимо создавать медицинские условия, показания. Сегодня все роддома, все больницы забиты приезжими. У нас существует понятие, как медицинский туризм, когда с этих всех республик приезжают рожать, чтобы даже вернуться обратно. И сегодня коренное население, которое обладает всеми правами на эту медицинскую помощь, оно лишается этой поддержки за счет вот этого вала мигрантов, которые несут с собой вот эти все болезни и вот эти медицинские проблемы, страшные медицинские проблемы. Все-таки, Евгений, я вас прерывал. Если позволите, я просто вам один пример приведу. Я не помню, к сожалению, как зовут этого академика, экономистка мне приходила на эфир, и вот он мне привел такой пример. Помните картину «Бурлаки на Волге»? Да, конечно. Вот там по центру, не по центру, а справа, я все не путаю, лево-права, да, справа. Что там такое едет? Пароходик, он дымит, и бурлаки тянут баржу. Если есть бурлаки, эти пароходики никогда не будут тянуть баржу. То есть, еще раз, я просто пытаюсь вот, не то, что объяснить даже, а ведь, если вы завозите, скажем, дешевый, неквалифицированный рабский труд, у вас никогда не появятся пароходики, которые будут тянуть баржи. Эти баржи всегда будут тянуть бурлаки. Все правильно, правильный аргумент, и на самом деле важно сказать следующее, что помимо миграционной политики существует целый ряд направлений работы правительства, направленные на поддержку и формирование инновационной экономики. Целый ряд мер, которые способствуют и облегчают, субсидируют процентные ставки предприятиям, которые используют или внедряют какие-то современные технологии, при том, что для предприятий, которые используют, по факту получается, труд неквалифицированный рабочей силы, выстраивают целый ряд барьеров. Так вот, именно с помощью таких программных методов выстраивания дифференцированного подхода, то есть преференции тем, кто делает правильно с точки зрения стратегии, и ограничения определенные тем, кто делает неправильно с точки зрения стратегии, можно и нужно работать. Потому что давайте посмотрим, что делать, если вести резко ограничительную миграционную политику, такие варианты тоже рассматривались, когда формировалась концепция, рассматривались какие-то различные альтернативы. Как во всех цивилизованных странах. Это я считаю абсолютно правильно, на самом деле, отходя от темы. Так вот, если все-таки сделать так, как призывают некоторые оппоненты или коллеги, резко ограничить приток, отправить всех домой, что произойдет? Просто простой такой вопрос обывательский, который не требует на самом деле... Вы знаете, что произойдет? Вдруг вдворники будут получать в Москве те же 35-40 тысяч, которые сейчас списываются и будут работать? Вот я думаю, что первое, что произойдет, это у нас цена недвижимости возрастет там раза в два, в три, что ударит сразу по москвичам, которые... Ну, потому что... А вы знаете, в чем ужас? Недвижимость, это здорово, но то, что сейчас строится, да, даже элитное жилье, у меня есть такие подозрения, что оно даже трех или трех с половиной баллов не выдержит. Потому что нарушаются технологии, кто там работает, что они льют, какой бетон, мама родная. Давайте мы не будем как бы уходить в сторону, я думаю, что вы можете там отдельную передачу запланировать в отношении стандартов строительства или там градостроительных подходов, регулирования, да. Вот еще раз, резко вырастет стоимость целого ряда товаров и услуг, что ударит в свою очередь тут же по россиянам. А за счет чего, объясните, вырастут эти услуги, да, и товары? За счет чего? За счет того, что предприниматели должны будут покупать какие-то там... Очередной зампрефекта не купит дачу на Марбеле. Если будут сильно расти цены, снизится потребление, и все придет на круги свое. А кто сказал, что снизит цены? У нас самые дорогие дороги, у нас самая дорогая недвижимость. Дело в том, что, например, с чего складывается цена, скажем, в том же гипермаркете? Труд узбеков и таджиков это вот такая часть этой цены. Так вы представьте, что, ну, предположим, да, у них сейчас есть... Хорошо, будут платить в два раза больше, цена практически не изменится. Это составляющая вот труда, она очень маленькая. Подождите, есть фонд оплаты труда, да, я согласен, что он там занимает какую-то часть в структуре расходов, да, но если вы представите, что вот у предприятия нет, в принципе, возможности набирать там строителей, да, нужной квалификации, когда уйдут, выкинем мы всех там, да, либо нужно резко будет увеличить фонд оплаты труда, там, скажем, в два раза, да, либо приобретать какие-то там современные технологии, какие-то современные механизмы машины, которые, естественно, переложатся, там, бизнес переложит их. Это логично. Не совсем с вами соглашусь по одной простой причине, что, например, в Москве из рубля потрачен на стройку 30 копеек идет строительство. Все остальное оседает в карманах чиновников. Ну, тоже не совсем так. Ну, это мне рассказывал строитель. Поэтому... Хорошо, я просто... Хорошо, смотрите, в Польше безработицу, можно поляков убрать, они будут строить дороги и мосты, дома в три раза дешевле, чем наши строители. Готовы, но их никто не дает. Я просто с этим сталкивался. Финны готовы, говорят, давайте запускайте нас, мы вам положим дороги в несколько раз дешевле. А там все прозрачно. Тогда дешевта не будет у чиновников. Ребята, мы сегодня про миграционную политику, а вы про госторги и доступ. Нет, это связано, это связано все. Ведь, понимаете, миграционная политика, на мой взгляд, связана с тем, что у нас просто в стране бардак. Не, Евгений, это же вы начали говорить, что вот если они уедут, то здесь начнется там... У нас есть большая редкость у нас с телефонной звонки. Давайте их возьмем. Добрый день, Петрос, вы на связи. Здравствуйте, я как бы тоже частично мигрант, 26 лет. Но вы по-русски говорите. Да. Я хотел обратить внимание на корень проблемы, как ее решить просто и навсегда. Корень проблемы состоит в том, что даже если бы мигранты внутренние и внешние были бы золотины, но если они начинают местное население превышать 7% от местного населения, начинается напряжение, неважно, как они себя поведут. А это первое, это корень проблемы, на которую никто не обращает внимания, а обращают на посторонние вещи, квалификации, адаптации, интеграции, всякую мелочь, какие-то неважные детали. А второе, для решения проблем этой коренной, надо вспомнить Конституции, что единственный источник власти это многонациональные российские народы. И, сходя из этого, можно решение такое предложить. Покупка, продажа, проживание, аренда, помещение, жилье, прописка, только с разрешения местного населения, местного ТСЖ, совета домов, общины. И проблема будет решена на местах, не надо будет и на границе барьеры ставить и так далее. Сам народ решит. А как Пугачевы, народ решил, давай, выселяй. Значит, если народ действительно единственный источник власти, то на этот власть должна взять под козырек и выполнять, а не обсуждать, там можно или нет. И тогда решится все, кандапоги и так далее. Это утопия, понимаете. Так должно быть, но так пока нет. Но единственное, вот вы подняли такой интересный вопрос. Наша Конституция. Значит, там сформулировка несколько иная. Многонациональный народ России. Мне кто-нибудь из вас может объяснить, что это такое? Многонациональный народ. Ладно, все, в эти гемии не полезем. Не, я отвечу, Степан, я сейчас смотрел концепцию развития межнациональных отношений и так далее, вот о чем сказал тоже наш гость. И там меня отрезанула формулировка российская нация. Не русская, российская. Не русская, российская. Вот уже на каком уровне идет подмена. Слово русский там не прозвучало никогда. У нас уже русский звучит шовинистически, нетолерантно. Ну да, это значит, если ты русский, ты идешь подвесившись в стороне. Ты противопоставляешь себя всем приезжим. Так нельзя. У нас скоро фашизмом будут обозначены голубые глаза и светлые волосы. Так уже представитель какой-то из Кавказских республик в Ставрополе так уже написал. И вот почему вот самое интересное, вот мы сколько разговариваем с Евгением, да, он говорит, все, я понимаю, все логично, все правильно. Значит, в ответ он выговаривает там кучу терминов, которые я даже двумя высшими образованиями половина не понимаю, как ответ на проблему. Я вот когда готовился к эфиру, вот я подтерресовался, вот Евгений Якубовский, опора дружбы, да, организация ваша. Вот верить, не верить, я не знаю, я не могу говорить правда это неправда, но когда я обратил к своим там друзьям ФМС, они мне сказали, ну да, есть такая организация, создана вроде как на китайские деньги и выступает, это такой некий русский посредник между трудовыми китайцами, китайскими коммерсантами, властью, полицией и государственными органами. Вот. Не верьте. Верить, не верить, но когда сегодня, да, представители титульных наций, которые понимают всю проблему, которые понимают, что на чашу весов сегодня поставлена с одной стороны вот эта дикая сумасшедшая коммерческая выгода, а на другой жизнь и судьбы своего же народа, потому что, ну, менталитет вот этих всех товарищей, которые приезжают, ну, мы же сталкиваемся каждый день, когда насилуют все, что ниже их холки. Это как бы нормально, да, для них это нормально. Сколько изнасилований детей, сколько друг друга и говорить о том, что это некое такое благо и которое должно, ну, вот Росстат нам сказал, что вымрет Россия, ну, на месте кто-то должен стать, так Россия вымрет, если мы будем допускать, чтобы сегодня шла вот подмена коренных наций вот этими ордами приезжают. Иван, у вас сколько детей? У меня нет детей. У меня четверо. Вот мне кажется, это отвечает многие, как бы на многие вопросы, да? вы понимаете, вы понимаете, что вы не боитесь, что ваши дети ответят за ту политику, которую вы проводите? И вот судьба, она мудрее, и Господь, он как бы все видит. К сожалению, вы уже не прорвать, сейчас мы уходим на новостной перерыв. Сергей, пожалуйста, оставайтесь на линии, ваш звонок возьмем сразу после перерыва. Добрый день, мы снова в эфире, у нас в гостях Евгений Якубовский и Иван Миронов, обсуждаем миграционную политику, экономическую политику нашей страны, что происходит с мигрантами в нашей стране. У нас есть телефонный звонок, сегодня что-то их слишком много, да, Тима жаркая. Сергей, добрый день. Да, здравствуйте, господа. Мы работаем за жизнь, мы не господа. Да, да, я один из всех, кто эксплуатирует труд мигрантов, да, и с ужасом для себя сейчас думаю, есть ли у меня такой возможности не будет. У меня логистический бизнес и мигрантов я использую в качестве грузчиков. Какой бизнес? Логистический. А, логистический, ага. Я использую в качестве грузчиков, карщиков, колодочков, колодочков. Значит, меня напрягает еще то, что я легально получить разрешение квоты, на использование этих мигрантов. Не могу. То есть, вы не знаете, вы не знаете, кому занести, чтобы получить? Да, да нет, проще сейчас получается не занести, чтобы они сами покупали эти разрешения. Потому что я работаю в этом бизнесе 15 лет, у меня постепенно идет смещение именно как раз в сторону мигрантов все эти профессии уходят. Потому что, сейчас объясню, значит, очередной раз не получив квоту, запрошенную на мигрантов официально, я узнал причину, мне объяснили, что у нас много русских стоит на бирже, бери их. Я говорю, с удовольствием, присылайте. За год позвонило 5 человек. 5 человек позвонил с просьбой, чтобы я им отказал, чтобы они потом показали это у себя на бирже. Отказ. Я сказал, нет, я отказывать не буду, приходите. зарплату у меня не самая низкая, я тут плачу официально 25 тысяч рублей в ручку. Значит, после того, как я за год не смог легально набрать русских в бирже, я опять обратился в миграционную службу в биржу труда, говорю, давайте что-нибудь сделать. Мне говорят, если бы ты платил 50 тысяч рублей, тогда бы к тебе пошли русские. Я говорю, если я буду платить 50 тысяч рублей в ручку, нет, я не буду банкротить, я буду вынужден переложить на кого? На товар, на услуги. И вы же мне опять все это вернете. Все закон денег действует очень просто. Не, ну смотрите, а сколько составляют ваши услуги, скажем, в стоимости товара? Ну, логистика, это, в общем-то, если говорить прямо, это последнические услуги, да? Правильно. Соответственно, там доставочную долю составляет все эти вот... 6-7 процентов, ну увеличите вы свои расходы. Нет, больше. Больше, да? Ну, конечно, есть... Да, есть целый ряд там сфер деятельности, даже, я бы так сказал, там вот, даже не сферы деятельности, а вообще, если брать там малый, средний бизнес, не какой-то инновационный, а вот такой, там, я не знаю, торговый, там, да, услуги какие-то, да, то там структура затрат и доля фонда оплаты труда очень существенна, и увеличение фонда оплаты труда, как вот наш гость, только что позвонивший, сказал, в два раза, фактически, сведет на нет, там, всю маржу и рентабельность этого бизнеса. Где в торговом бизнесе? Интересно. Когда картошка на въезде в Москву стоит 5 рублей, а тут же рядом продается мигрантами за 20, хороший маржер. Вот интересно, сколько товарищ платил вот этим мигрантам, если он говорит, что 50 тысяч, это 25, 25, но сегодня такая существует система, что человеку, русскому человеку в Тверской области гораздо сложнее получить работу, чем мигранту в Москве, потому что вот количество препонов в отношении него гораздо больше, чем приезжему, приезжему, с Узбекистана, с Таджикистана и прочее, и прочее. Ну, это все мифы. Нет, это не мифы. Вот смотрите, я знаю наверняка, что, например, в том же Красноярском крае там средняя зарплата где-то 15-16 тысяч. Но если мы говорим о Москве, о Москве, значит, нормальному человеку нужно где-то жить. Не в будке. Да, не в будке, не в землянке, а где-то жить. Значит, это уже где-то, наверное, тысяч 6-7 в месяц. Надо что-то кушать. Это еще, наверное, где-нибудь 10-10. И что у него остается от 25 тысяч рублей? Конечно, будет работать только тот, кто живет в землянке. Поэтому должна быть программа по созданию общежитий именно для таких приезжих с других регионов и так далее. И когда, сейчас, один момент, когда человек говорит, да, вопрос выгоды, я хочу вот их приглашать, чтобы зарабатывать больше. Ну, пусть идет торговать наркотиками оружие. Там сверхприбыли, там сумасшедшие прибыли. Нет, для этого к силе нужно. Он получит еще больше. И там конкуренция. Ну, так... Можно пару слов? Я вначале просто вынужден отреагировать на то, что сказал Иван в отношении информации и знакомых ФМС и так далее. Ну, есть как бы различные там способы получения информации. Есть официальный сайт, есть выписки из ИГРЛ. А можно как бы с кем-то там что-то поконсультировать, сказать, потом это выдать непроверенную информацию в эфир. Поэтому, ну, вот, как бы даже комментировать здесь, мне кажется, нечего. Второй момент. А потом скажу то, что, как мне кажется, действительно важно. Значит, в отношении того, что тоже Ивана произвучало, что нужно как бы не там говорить, да, вот есть проблемы с демографией, а думать и действовать, да. Я, Иван, призываю вас и всех остальных действительно думать и действовать, да. Действовать либо просто вот по-пожитейски, что называется, там, рожать детей, там, да, своих собственных, этим как бы помогать проблеме. Либо, и что еще лучше, также думать и предлагать какие-то конкретные решения, да. Площадок для того, чтобы это делать, целая масса, я вот как бы готов там и там в Московской торгово-промышленной палате такую площадку предоставить в рамках комитета. Чтобы детей там, чтобы детей делать? Ну, чтобы любую активность какую-то конструктивную направлять в разумное русло, так и в Государственной Думе. А теперь то, что важно. Теперь то, что важно. Одну ремарку сделаю, потом, смотрите, вы сказали рожать детей. Значит, наше государство делает все, чтобы мы этого не делали. Простой пример. У меня двое детей, маленьких. Ну, хорошо, жизнь сложилась так, что мы можем себе позволить многое. Но с 1 сентября теперь за детский садик придется платить от 12 до 15 тысяч. Вот у меня двое детей. Значит, 30-ка в месяц. А какая средняя зарплата в Москве? Плюс ЖКХ, плюс еда. Наши государства сделают все, чтобы мы не рожали. Получается. Так? Так. А мигранты что? Они там нарожают по 7-8 штук. Ну, 4 умрет. Вот это так всегда исторически сложилось. И что? Это не выход из проблемы. Я думаю, что это не всем правильный призыв. Я думаю, что у Ивана, если уж мы переходим на личности, да, это не основополагающая проблема в принятии решений. Вот. говоря, как бы и вставая на защиту там в каком-то смысле там миграционной политики или там вот более-менее таких либеральных подходов в этой области, я безусловно вот должен согласиться с чем? С тем, что это действительно источник больших проблем. Действительно. И особенно в России, особенно сегодня. Я прекрасно знаю и понимаю, что проблема номер один или по крайней мере там проблема, входящая в топ-3, да, по мнению там жителей России, по мнению москвичей, это проблемы с приезжими. Вот. Важно понимать, что, конечно, проблемы с приезжими это не всегда проблемы с мигрантами и в том числе это проблемы с приезжими как бы из других регионов России. Потому что, опять же, если говорить про статистику, то в Москве треть рабочих мест уже занято приезжими, да, то есть 2,5 миллиона, 2,2 миллиона рабочих мест занято приезжими, из которых только часть мигранта, да, а существенная часть это приезжие из других регионов. Ну, что делать? Как бы Москва это центр, финансовый центр, Экономический центр притягивает рабочие руки завсюду. С чем действительно должен согласиться, помимо того, что это проблема, и говоря о том, что нужно делать для того, чтобы решить эту проблему, одного изменения законодательства, безусловно, недостаточно для того, чтобы решить эту проблематику. Безусловно, требуется создание специальной инфраструктуры. Инфраструктуры медицинской, инфраструктуры для размещения приезжих работников. Вот Ивана прозвучала замечательная вещь, которую я полностью поддерживаю, что требуется общежитие, потому что это решит целый комплекс проблем. Они приезжают сюда, у них денег нет, жилья своего нет, они живут там, где получается, живут в подвалах, живут в заброшенных домах. Отсюда многие проблемы. Отсюда проблемы с медициной, отсюда проблемы с безопасностью, отсюда проблемы с обеспокоенностью москвичей за свои собственные жилища, если у тебя в подвале живут десятки людей. Но выход-то в чем? Выход в том, чтобы создать эту инфраструктуру, предпринять определенные действия, привлечь тот же самый бизнес к финансированию, чтобы, а это может быть совершенно быть реализовано на принципе государственной частности. А может быть просто закрыть границы и платить людям достойные зарплаты для разнообразия? Нет? Такое решение вообще не рассмотреться. Ну, я не могу принять такое решение, мы же не в Советском Союзе живем, или там, я не знаю, не в Корее. Это рыночная экономика, где там государство... Ну, рыночной экономики у нас нет. У нас феодальная экономика. Степан, а каком бизнесе можно говорить, если... Аркадий, добрый день. Да, да, Аркадий. Да. Алло, извините, вот смотрите, вот я работаю на Росвертуале, вот в Ростове на Дону на заводе. И вот у меня отец, он всю жизнь, 40 лет, на Росельмашу этот работал, вот у нас на пенсию же дорабатывает. Вот, ну, я не хочу вот этого товарища из Единой России, наверное, я одно не хочу его оскорбить. Но это вот, понимаете, это шизофренический бред, то, что вы говорите, медицину, еще что-то. Просто сказали бы людям правду, что мы строим, у нас стрелевая там колония, там, нам нужны вот эти рабы. Мы зарабатываем здесь бабло, а нужны все остальные рабы. Потому что вот это вы правильно сказали, то, что про Бурлаков. Вот у нас этот пример на заводе. Купить вот эту машинку, чтобы таскала, ну, детали на вертолеты, красить их. Ну, она стоит там 400 тысяч. Просто нужны люди, которые будут катать еще эту машинку. А платить, набрать бригаду угольщиков, таджиков, там заплата по 8-12 тысяч в месяц. Они сами говорят, директоры, что и мастера у нас намного выгоднее держать рабов. Потому что платить нужно меньше зарплаты. И самый вот простой пример, подтверждение этого, это вот Академия, когда была, Интерфакс, вот, например, по Аберосии 24 показывали, что они сидят обсуждают эту тему уничтожения образования. И там идет вот эта, ну, бегущая строка, что в Америке запустили асфагоноска, это, то, следить. Бесвободник. И он сидит, академик, ему говорит, понимаете, так бессмысленно все сидеть здесь заниматься, рассказывать то, что мы здесь говорим, это пустой бред. Вот самое явное доказательство. Пока вы здесь уничтожаете Академию наук, в Америке в это время с атомного авианоска запускают боевые ударные беспилотники. Ну, они, наверное, там они еще их и лазером сбивать научились. Так, на минутку. Уничтожили, понимаете, вот смотрите, Степан, уничтожили боевые вертолеты. Вот боевые вертолеты же были, которые именно ударные боевые вертолеты, их уничтожили. Степан закрывали. А делают, что делают? Ми-8. И вот эти пустые, вот этот металлолом, на него поставили пулемет. Ну, да. И там какие-то там навешали. Вот у нас ударные вертолеты. Они не работают. А это просто никому не нужно. Это никому не нужно, к сожалению. Здесь я с вами соглашусь, но у нас осталось немножко времени. Я хотел бы просто одну такую интересную наблюдение привести. Вот в Штатах есть такая замечательная организация, называется ADL. Anti-Defamation League. Это такая еврейская организация, сионистская. Так вот, они прямо пишут в своих работах, что вы знаете, почему открыты границы с Мексикой? А потому, что нам нужны мексиканцы, чтобы разделять общество и править. У меня такое впечатление, что у нас происходит то же самое. И здесь трудно не согласиться с Иваном Мироновым о том, что нужен электорат. И нужно напряжение в обществе. Ну что ж, на этой веселой ноте приходится передачу заканчивать. У нас в гостях были Евгений Кубовский, советник президента МТПП, член Московской международной комиссии по вопросам привлечения и использования иностранных работников, и Иван Миронов, зампредседателя политической партии Российский Общенародный Союз. Удачи! Продолжение следует...